Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости, в студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня в выпуске. Все больше классов в кустанайских школах выходит на карантин в связи с выявлением у учеников коронавирусной инфекции. Всего на сегодня в кустанайской области более 70 классов вышли на самоизоляцию. Подробнее в материале Алиида Смагомбетовой. В кустанайских центрах обслуживания населения появилась новая услуга. Теперь кустанайцы могут заказать полученные документы на дом. Татьяна Калюшина с подробностями. Более ста подростков в вечернее и ночное время, находящихся без сопровождения взрослых, на улице выявили полицейские области всего за несколько дней. В регионе проходит ОПМ «Подросток». Отменить необходимость согласования государственных инициатив с Ельбаса предложил Сенат. Сенат парламента РК вернул в Можилис поправки в некоторые конституционные законы страны, которые предусматривают отмену пожизненного председательства первого президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности. Сенат внес в законопроект одну поправку. Сенаторы предлагают отменить необходимость согласования государственных инициатив с Ельбаса. Эта норма прописана в конституционном законе о первом президенте Ельбаса. Депутаты Можилиса парламента страны требуют провести независимый аудит деятельности оператора РОП с момента его создания. Помимо этого, пока результаты этой проверки не будут озвучены, объявить мораторий на взымание утилизационного сбора. Ведь до сих пор, подчеркивают народные избранники, неизвестны точные суммы дохода этой компании. Подробности в нашем следующем сюжете. Депутаты Можилиса парламента страны предлагают ввести мораторий на утилизбор до окончания полной проверки активов и трат компаний, которая занималась этим сбором. Ведь недавно стало известно о задержании вице-министра экологии и председателя правления ТО оператор РОП. По данным антикора, их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в изолятор временного содержания. В течение последних пяти лет при приобретении автомобилей и сельхозтехники будущий владелец отдавал частному оператору от 400 тысяч до 13 миллионов тенге. Результатом таких поборов стали завышенные цены на автомобили в Казахстане. С 2015 по 2021 годы цены на новые автомобили выросли почти в два раза. Разница цен с соседними странами привела к активному ввозу в страну иностранных авто без регистрации. В страну было ввезено более 200 тысяч машин с иностранными номерами, большая часть которых в лучшем случае является автохламом, а в худшем – криминальным имуществом. Едил Жанбершин уточнил, что сейчас на портале открытых НПА размещен проект документа, предлагающий незамедлительную передачу прав и оставшихся финансовых активов оператор РОП новому госоператору Жасыл Даму. Но, по его словам, реальные цифры сбора денег частным операторам в общем еще и не озвучены и разнятся. По данным, полученным из открытых источников, 300 миллиардов тенге передано на стимулирование автопрома и производителей сельхозтехники. 30 миллиардов выплачено населению, сдавшему старые автомобили, 29 миллиардов направлено на комплектование и утилизацию старой техники, а куда делся 181 миллиард – неизвестно. Получается, только 10% всех собранных средств направлено на утилизацию. Также он указал, что в документе речь идет не только о передаче доли в уставном капитале, а о передаче денег с текущего счета нет ни слова. По его словам, необходимо незамедлительно провести независимый аудит деятельности оператора с момента его создания и сделать это до передачи средств новой организации, а также опубликовать результаты проведенной работы в открытых источниках, а до завершения расчетов объявить мораторий на взимание утилизационного сбора. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН Все больше классов в Костанайских школах выходят на карантин в связи с выявлением у учеников положительного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. С 1 января в городе было выявлено 114 детей с ковидом. На сегодня, с начала третьей четверти, на самоизоляцию вышли 77 классов. Алия Дусмагомбетова с подробностями. С 24 января в штатный формат обучения перешли учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 человек. Школа, где больше учеников, в комбинированный формат. По данным отдела образования, сегодня наблюдается рост заболеваемости среди детей. Только за последнюю неделю положительный ПЦР выявили у 68 школьников. В общеобразовательной школе номер 16 увидеть за партами можно не так много школьников. Сразу 12 классов отправили на карантин. На текущий период детей с протудными заболеваниями, с температурой, сейчас насчитывается 245 учащихся. Это, конечно же, в основном дети начального звена, третьи, четвертые классы. Официально подтвержденным ковид-заболеванием у нас сейчас 18 детей. Сегодня, конечно же, наблюдается всплеск заболеваемости. И если сравнить с прошлыми годами, за этот же период, январь-февраль месяц, у нас в школе заболевало менее 100 детей. Сейчас же, конечно же, мы видим большой всплеск. А вот в школе номер 19 на самоизоляцию отправили 10 классов. Это 308 учеников. Обучаются сейчас дистанционно. У 10 учеников положительный ПЦР. По словам завуча школы, в основном на карантин выходят ученики со 2 по 6 классы. В этой школе обучаются более 1000 детей. Для того, чтобы минимизировать контакты учеников, было организовано обучение в три смены. У нас, допустим, в первой четверти было отправлено 35 классов. Но это было в течение с 1 сентября, как мы начали учиться, до ноября месяца. Самое большое число у нас было 35 классов. Сейчас могу сказать следующее. Во второй четверти у нас было 12 классов всего лишь отправлено. В данный момент 10. Ну, вот такая цифра получается, около 50 классов было отправлено. В школах отмечают, что при переходе детей в дистанционный формат, при необходимости в объектах образования выдают ноутбуки. Сегодня в городе на карантине 77 классов или 1983 ученика. Алексей Кудрявцев, Алиадас Магомбетова, РТН. Более сотни подростков на улице в позднее время без присмотра взрослых выявили на улицах Кустанайской области полицейские. В течение пяти дней на территории региона проводилась акция «Подросток. Закон. Безопасность». За это время сотрудники ювенальной полиции посетили более 750 неблагополучных семей, встретились с пятью сотнями несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел и выявили не один десяток правонарушений, совершенных как подростками, так и в отношении них. В течение пяти дней января в вечернее и ночное время более 400 человек – это сотрудники полиции, представители органов образования и иных заинтересованных ведомств – усиленно следили за тем, чтобы несовершеннолетние жители Кустанайской области не находились в увеселительных заведениях и в общественных местах позже положенного времени. В области проведена операция «Подросток. Закон. Безопасность», в ходе которой факты нарушений все же были выявлены. Когда у нас администрации того или иного заведения были допущены несовершеннолетние после 22.00 часов в заведениях. Таких фактов мы имеем два. Данные индивидуальные предприниматели были у нас привлечены к административной ответственности за допущение несовершеннолетних в заведения данным. И также у нас привлечены законные представители. Гораздо больше несовершеннолетних были обнаружены на улицах населенных пунктов региона после 23 часов. 104 подростка, которых не сопровождали взрослые, нашли полицейских меньше, чем за час до полуночи. Все факты у нас были зарегистрированы, то есть составлены административные протоколы, законные представители были привлечены на тот момент. Это в рамках акции «Подросток. Закон. Безопасность», где информация в обязательном порядке у нас будет направляться в организацию образования. Из курирующих образования в регионе ведомства информация уже будет передана в школы, в которых учатся непосредственные нарушители порядка. По словам полицейских, чаще всего в таких случаях остановленные подростки сообщали, что просто не успели дойти домой вовремя. Гуляют, находятся на улице, бесконтрольные. Хочется попросить родителей, чтобы они в обязательном порядке следили за своими детьми, смотрели. Почему? Потому что отсюда и порождаются все преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних. То есть он может и субъектом, и объектом стать преступлением того или иного. Сотрудники иммунальной полиции проверили также 760 неблагополучных семей и 539 несовершеннолетних, состоящих на учетах. Участковые инспекторы по делам несовершеннолетних в результате выявили и поставили на профучет еще почти семь десятков семей и более сотни несовершеннолетних, в отношении которых теперь проводятся профилактические меры. Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН. С трассы в Кювет слетел КАМАЗ в Кустанайской области. Спасатели и работники филиала РГП «Казах Автодор» вытаскивали большегрузный автомобиль несколько часов. ЧП произошло на 28-м километре автодороги областного значения Аули-Коль-Жолдама. Как позже рассказал водитель, его ослепило светом фар встречного автомобиля. В это время он начал притормаживать и угодил в Кювет. Тяжелый грузовик увяз глубоко в снегу. Все попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели. К полуночи на поступивший от него сигнал к месту происшествия прибыли 4 специалиста из отдела ПЧС Аули-Кольского района и придорожной службы на трех единицах техники. Спасатели и дорожники общими усилиями освободили грузовик из снежного плена. После этого водитель и пассажир смогли выехать на безопасный участок дороги и продолжить движение по намеченному маршруту. Никто не пострадал. Спасательные работы прошли успешно, сообщают сотрудники ДЧС по Костанайской области. Также они призывают граждан следить за метеорологическими сводками и не выезжать при ухудшении погодных условий за пределы населенных пунктов. Доставка готовых документов из ЦОНА на дом стала доступна в Костанае. До этого момента подобной услугой жители областного центра воспользоваться не могли. Теперь же костанайцы могут заказать документы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы об образовании, архивные справки или же дубликаты военных билетов. О том, как это сделать, расскажет Татьяна Калюжная. Весной 2021 года госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов в Нур-Султане, Алматы и Шамкенте. Теперь же эта услуга запускается во всех регионах Казахстана, в том числе и в Костанайской области. Доставка готовых документов из ЦОНА на дом стала доступна и в Костанаю. Я пришла в ЦОНА, чтобы получить услуги, но сегодня мне сказали, что здесь можно будет воспользоваться данной услугой, так как доставка документов на дом. Очень удобная услуга, особенно для тех, кто в декрете мамочки или пенсионерам пожилым. Время пандемии сейчас проблемы с такси, например, очень дорогое. Это очень удобно. Теперь кустанайцы могут заказать документы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие готовые документы. В общем, по 144 видам госуслуг. На сегодняшний день внедрен сервис доставки готовых документов с целью экономии времени для клиентов. То есть в момент готовности документов клиенту приходит СМС-сообщение о том, что его документ готов и что он может воспользоваться сервисом доставки готовых документов. Для чего необходимо ему пройти по персональной ссылке для заказа доставки готовых документов, после чего указать адрес доставки и оплатить стоимость доставки документов в размере 972 тенге. После курьер доставит документы, как отмечают специалисты, в течение одного рабочего дня с момента заказа. По мнению представителей ЦОНа, эта услуга станет весьма востребованной, ведь не всегда у людей бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приезжать или оставлять дома детей. А сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги клиентов. Дерах Мичин и Татьяна Калюжная, РТН Качественные дорогие меха по доступным ценам. У Костанайцев все еще есть уникальная возможность приобрести меховые изделия от российской компании «Союзмеха» на выгодных условиях, со скидками и беспроцентной рассрочкой до двух лет. Качественный материал, разнообразие цветовых оттенков и неповторимый стиль. Кстати, на выставку поступили новые модели шубок и головных уборов. Каждую неделю выставка продажи от «Союзмеха» радует жителей города своими меховыми изделиями. Выглядеть модно и не мерзнуть даже в самые суровые морозы можно с шубами от российского производителя. Современные фасоны женских шуб настолько оригинальны и разнообразны, что дают возможность модницам проявить свою индивидуальность. Каждый новый сезон имеет свои модные тенденции. Здесь можно найти как новинки этого сезона, так и всеми любимую классику. «Союзмеха» – новое поступление шубок, новое поступление моделей, ультрамодные цвета, интересные модели. Для любителей дорогого меха у нас пришла куница, кто обожает и любит такие дорогие вещи. Ждем вас. Интересные модели. Не будем открывать секрета. Приходите, ждем вас в «Союзмеха». Если вы давно мечтаете купить шубу, но не можете себе позволить из-за недоступных цен, то вам на выставку продажу от «Союзмеха». Здесь опытные продавцы-консультанты помогут подобрать модели на любой вкус, цвет и кошелек. Каждая шубка от российского производителя способна сделать женщину настоящей королевы. Будь то изделие из норки, чернобурки или мутона. А большой размерный ряд дает возможность подобрать шубки на любую фигуру. Эти меховые изделия отличаются своим теплом, изысканностью и легкостью. Выбирать только вам. Вот интересная шубка. Она идет в пластинах с поясочком, с капюшоном. Интересный рукав. Рыбка называется. В цвете жемчужина. Капюшончиком. Можно без. Поясочка. Очень толстый подпушек. Интересный смех переливается. Такая шуба подойдет и молодым девчонкам, и женщинам постарше. Для изготовления меховых изделий применяется высококачественное сырье из Италии, Дании, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии. Меховые изделия, купленные в Союз Меха, смогут долгое время дарить теплом. Посмотреть и приобрести изделия из меха можно с 10 часов утра до 7 часов вечера. По адресу Алтунцарина, 7-1, торговый дом «Строймакс», второй этаж, остановка «Березка». Валерий Тощев, Алия Досмадамбетова, РТН Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.